Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Донье Кабе и ее молодом муже. Вчера Донья провела очередной прямой эфир. На эфир Донья выкатилась в образе арбуза. Красная кричащая блузка, цвет кексуальной неудовлетворенности. Но это не главное. А главное это то, что Донья была счастлива. Донья была довольна, потому что Донья продала первую партию открыток. Да, Донья неожиданно для самой себя вдруг открыла, что она оказывается неплохо может рисовать карандашами. Ну плохо-неплохо это не нам судить, но все-таки это ручная работа. Ручная работа ценится. И чтобы таланту не пропадать зря, Донья решила организовать небольшой бизнес. Ну малый такой бизнес по производству открыток ручной работы. И Донья создала первую серию под названием Виолос, что на кубинско-испанском наречии означает фиалки. Донья очень любит фиалки. Правда там Донье сразу же стали писать, что по-испански фиалки будут не Виолос, а Виолеттос. Почему вы, Донья, не проверяете все по словарю, прежде чем что-то как-то называть? Донья разозлилась и отмела всю эту критику, сказав, что ей вот захотелось назвать свою серию открыток Виолос, потому что звучит это поэтично, действительно практически поахматывая. Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как одуванчик у забора, как лопухи и лебеда, ну а в нашем случае это Виолос фиалка. Донья решила, что теперь она будет усовершенствовать свою технику, она будет отрабатывать технику рисования, тем более, что в принципе Донья особо-то не тратит времени на эти фиалки. Почему? Да потому что в основном рисует она их, когда смотрит какой-нибудь сериальчик, когда слушает что-то там на Ютубе и, между прочим, рисует. Потом все это выставляет на продажу. Купила первую партию какая-то американка, из какого-то штата Донья не помнит. В общем, короче говоря, процесс пошел, Донья счастлива, Донья довольна. Еще один малый бизнес на Этси. Ну, бизнес бизнесом. Мы все прекрасно знаем, чем заканчиваются бизнес-идеи Доньи КБ. Да и Донья КБ сама это в глубине души понимает. Поэтому всем своим видом и даже прямым текстом Донья объявила, что она с нетерпением ждет донаты. Ей необходимы сейчас донаты. Не те копеечные донаты, которые присылают хейтеры, а именно только хейтеры присылают донаты. На вчерашнем стриме кто-то прислал 2 доллара, что-то неприятное написал, кто-то прислал 5 долларов. Донья рвала и металла. Мол, что вы такие нищие? Че вы денег не заработали, что ли? Хейтеры, хитерюги. Позор вам, безденежные хейтеры. Вы че там совсем ничего не заработали, что ли? Смотреть на это, конечно, было невыносимо. Это ерзающая на стуле бабка. С засаленными волосами, собранными в пучок. Это жирная морда, не помещающаяся в экран. И эти ерзания. Ну, в общем, смотреть, конечно, отвратительно на это все. Донья опускается все ниже и ниже. Рвотный рефлекс вызывает по полной. Ну, а самое смешное, что критика проистекает от погрязшей в долгах бабушенцы. Потому что Донья призналась, что донаты ей сейчас как никогда нужны. Очень много долгов. Обязательно ей нужно заплатить за интернет и за мобильную связь, потому что она как-то не заплатила. И ей прислали штраф на каждый девайс. А у нее их четыре. Два телефона, часы Apple Watch и, естественно, планшет. Соответственно, прислали огромный штраф. Поэтому теперь Донья сразу же платит за мобильную связь. А в этом месяце ей придет огромный счет под 400 долларов. Потому что пока они там катались по Марокко, Донья использовала роуминг. И делилась им, делилась мобильной связью с мужем. Потому что на телефоне у Селимона, естественно, нет никакого роуминга. Поэтому он все время пользовался интернетом Доньи. А молодые наши не могут жить без интернета. Донья сама призналась. Говорит, вот приходим в ресторан. Ну, скукота скукотой. Что там сидеть, смотреть в окно? Мы сразу же достаем телефоны. И начинаем в этих телефонах копошиться. И Селимон, естественно, просит, чтобы я его подключила к своему интернету. В общем, потратили они изрядно этой мобильной связи. И теперь придет огромный счет. И Донье нужно будет как-то с этим рассчитаться. Поэтому, люди добрые, присылайте донаты. Мало того, Донья до сих пор не знает, как она переживет это лето. Потому что школы не будет. И она не представляет, как она будет зарабатывать деньги. А ведь ей так хочется повидаться еще и с Селимоном в августе. Мечта Доньи еще в августе съездить в Измир на встречу с любимым. То есть у них вот сейчас будет встреча, меньше месяца осталось. Сначала Донья поедет в трансатлантический круиз. А уже потом в Измир. И вместе молодые полетят в Баку. Но Донья уже как шахматист все продумала наперед. Вот она хочет еще в августе повидаться с любимым. Я так, говорит, скучаю. Так скучаю. Он мне просто ранит сердце, Селимон. Потому что он присылает Донье видео. И на этих видео Селимон измученный, прозрачный, худой, белый, как стена, с черными кругами под глазами. Потому что Селимон сейчас постится. У них там великий пост. И Селимон ничего не ест. И вот он прислал ей вчера видео. У Донья прям сердце сжалось. Потому что Селимон сидит в компьютерном классе. Да, Селим ходит на курсы по программированию. Сидит один, одинешенько в классе. Почему? Да потому что он наверстывает упущенное. Он очень многое упустил. Пока они мотались, там шатались по морокко. И теперь ему нужно все это нагнать. И вот он сидит один в классе. Перед ним лежит один маленький бутерброд. Он не может к нему прикоснуться. Он будет его есть после захода солнца. И Донья смотрит на все это. Сердце у нее сжимается. И она понимает, как сложно сейчас ее мужу. И по сравнению с ним она вообще как сыр в масле катается. Потому что она когда хочет, тогда ест. Что хочет, то пьет. И никто ей не указ. Да, у нее там еще остались коробочки. Она нажимает сейчас на коробочки. Ну, о потере веса и речи быть не может. Ничего там. Донья не сбросит никакой вес перед Баку. Но не суть важна. Главное это то, что у Дони сжимается сердце. При виде Селимона он долбит ее видео. Показывает ей, как он страдает. Как он держит пост. Как он налегает на бутерброды. После захода солнца. И Доне Селимона так становится жалко. А тут она вообще всю ночь не спала. Всю ночь не спала. С дуру посмотрела видео Марины Новой. Марина Нова у себя на канале прочитала доклад по Титанику. Этот доклад просто поднял на уши весь русскоязычный интернет. Об этой лекции сейчас все говорят. Лекции в исполнении Марины Новой. И там Марина поняла очень серьезные темы. Тема выбора. В частности. Любовь или долг. Долг или любовь. Прямо тема масштаба греческой трагедии. И вот Доня, наслушавшись этих лекций от Марины Новой, не могла уснуть. И она представила себе, что в их жизни с Селимоном тоже будет такая ситуация, которая сложилась на Титанике. Когда молодая пара. Все основано на реальных событиях. Все это пересказано. Когда молодая пара. В их попытке спастись оказались в такой ситуации, что их разлучили. Их физически отделили друг от друга. То есть для женщины молодой оказалось место в спасательной шлюпке. А парень, возлюбленный этой молодой женщины, остался на Титанике. И было понятно, что, конечно же, он утонет. Поэтому девушка, которая находилась уже в спасательной шлюпке, посмотрев в глаза своему любимому, вышла из этой шлюпки и вместе со своим любимым осталась на Титанике. И они пошли, где-то там уединились, легли на кровать и лежали там в объятиях друг друга, пока их не накрыло волной. Вот такая грустная история. Донья все это прослушала, всю ночь ворочалась, всю ночь представляла, как бы поступила она, если бы она тоже, вот так вот отправившись к круизу с Селимоном, вдруг оказалась в такой ситуации, что ее, Донью, погрузили в спасательную шлюпку, а он, Селимон, стоял бы где-то на борту тонущего, так называемого Титаника, ну, какого-нибудь судна, да. Как бы поступила она, что бы выбрала она, спастись вместе с остальными или же остаться на Титанике вместе со своим любимым? И Донья поняла и сама ужаснулась от этого. Она поняла, что она, естественно, тоже бы вышла из спасательной шлюпки и пошла бы с Селимоном уединяться на какой-нибудь кровати в ожидании своей участи. И какой бы ужасной эта участь ни была, по крайней мере, последние моменты своей жизни, они провели бы в объятиях друг друга и лежали бы в обнимку, переплетаясь телами. Ну, тут Доньи, конечно, сразу же стали писать, мол, как же так? О детях своих вы подумали? О внуках, о родителях. Они бы ведь переживали, места бы себе не находили, вы бы разбили их сердца, нарушили бы их покой навеки вечные. На что Донья ответила, что она, в принципе, об этом не подумала. Если бы вот в тот роковой момент, если бы он когда-либо наступил, Донья представила себе лица детей, глаза детей, возможно бы она снова поковыляла по направлению к шлюпке. Но на тот момент она думала о больших, грустных глазах Селима, стоящего на Титанике. И при таком раскладе Донья, не сомневаясь, вышла бы из шлюпки и пошла бы по направлению к Селимону, чтобы соединиться, воссоединиться с ним в общем порыве и в знойных объятиях, провести с ним последние минуты жизни на этой бренной земле. Это все, конечно, очень романтично. Вообще Донья, когда описывает себя и свою пару и свое место в паре с Селимом, она видит себя романтической героиней. То есть вот она стоит там где-то в спасательной шлюпке, потом выкарабкивается из этой спасательной шлюпки. Все это очень романтично. Но вы знаете, почему-то никто Донья не написал. Подождите, Донья, ведь вы же мать. Вы мать. Вы должны в данном случае думать как мать. Вот он Селимон, молодой парень. У него все еще впереди. Вы должны были поменяться с ним местами. Ну или с каким-то другим, например, молодым парнем. Потому что у них все впереди. Если Донья действительно так сильно любит Селимона, так его любит, что готова ради него пожертвовать собою, то дай дорогу молодым. Пусть Селимон тогда спасается. Ему еще рожать детей. Ему еще жениться на ком-то. У тебя уже пять браков за плечами. Ты пожила, как говорится. Я ни на чем не настаиваю. Но если такая любовь, такая любовь, что ты готова там в пучине волн где-то сгинуть, то пусть тогда хоть молодой спасется. Тем более на месте Донья поместилось бы три таких Селимона. Ну, Селимон, правда, тоже уже не стройняшка. Но три каких-то молодых человека или девушки поместились бы на месте Донья. Поэтому строите из себя такую благородную, романтическую героиню. Донья, конечно, любит. Но все это больше похоже на какой-то фарс, на какую-то кинокомедию. Но Донья, да, Донья любит себя представить вот такой вот благородной, романтической героиней из какого-то романтического романа. В реале же это все выглядит как фарс, как гротеск, как комедия. Вообще Донья Кабе в последнее время очень часто вспоминает Селимона. И даже в Марокко, говорит Донья, были такие моменты. Очень часто она представляет, вот как они там прятались под одеялом. И Селимон ее все время накрывал, накрывал. Прям с головой ее накрывал. Бедная Донья прям боролась с Селимоном. Пыталась хоть как-то нос высунуть из-под одеяла, потому что не могла дышать. А Селимон ее все накрывал, накрывал. И Донья поняла, что ей нужно прям вот проникнуться в турецкую культуру. И Донья сейчас с новыми силами начала изучать турецкий язык. Да, у нее есть учебник. Ей там кто-то отдал учебник. Но Донья придумала свою собственную методику по изучению турецкого языка. Турецкий язык очень сложный для нее. Это просто как абракадабра, в отличие от испанского, который она просто впитывала как губка. Ей достаточно было услышать один раз, и она уже начинала это применять в жизни. Турецкий язык – это совсем другое дело. Поэтому Донья придумала свою собственную методику. Донья будет учить турецкий язык по сериалам. Донья нашла современный сериал про любовь. Донья не признает старью 70-х, 80-х, 90-х. Вот эти вот старые сериалы. Донья это не признает. Ей нужно прям, чтобы было все современное, чтобы там обязательно в сериале была молодежь, потому что именно с молодежью Донья себя ассоциирует. Так вот, Донья нашла современный турецкий сериал с субтитрами. И сериал очень интересный. Там чуть ли не 10 сезонов. В каждом сезоне по 70-80 серий. То есть Донья сможет действительно погрузиться в историю. А чем сериалы хороши, говорит Донья, так это тем, что пишет их один и тот же человек. Ну, в основном там команда. Но не суть важна, да. Там ограниченное количество слов, ограниченное количество фраз. Поэтому Донья завела общую тетрадку. И в эту общую тетрадку она выписывает фразы. То есть она смотрит сериал. После каждой фразы она останавливает этот сериал, выписывает фразу, прослушивает ее несколько раз. И так после каждой фразы. У нее уже исписано много страниц. Затем она все это перечитывает, подчеркивает цветным карандашом те фразы, которые, как она считает, очень полезными были бы в повседневной жизни. И следующий этап – это заучивание фраз наизусть. И несмотря на то, что толком Донья пока еще ничего не выучила, но какие-то слова всплывают у нее уже в памяти. И несмотря на то, что Донья не совсем помнит, что эти слова означают, что это за фразы, но уже на слух воспринимаются отдельные слова. Донья считает, что очень важно в отношениях понимать родной язык любимого. Даже вот когда он ей говорит «иди сюда», очень важно это понять. Поэтому Донья сейчас все силы бросила на то, чтобы изучать турецкий язык. Если честно, я отчасти, конечно, согласен с этим, но мне кажется, нужно это все воспринимать как игру, а налегать больше на усовершенствование того языка, на котором вы будете говорить, находясь в определенной стране. То есть если бы Донья переезжала в Турцию, то действительно ей нужно было бы налегать на турецкий язык. Но поскольку они оба, и Селимон, и Донья планируют проживать в Соединенных Штатах, то, наверное, лучше было бы усовершенствовать английский. И ему, и ей. Плюс испанский. Потому что я так понимаю, что и Испания у них тоже на повестке дня, она тоже обсуждается, потому что не случайно, напомню, Селимон начал изучать испанский язык. Донья это объясняет тем, что испанский ему очень поможет именно в Майами, потому что там огромное испаноязычное комьюнити, кубинцы и так далее, мексиканцы. Но, возможно, на горизонте маячит и непосредственно Испания. В общем, посмотрим. Главное это то, что у Доньи сейчас, конечно, финансовые сложности вроде бы, по крайней мере, это нам так преподносится, потому что Донья еще раз подчеркнула, что она с нетерпением ждет того момента, когда на прокат возьмут ее Мустанг, начнет капать денежка. Ну и, естественно, открытки, открытки, открытки. Донья будет усовершенствовать свою технику рисования. Опять же таки, серия фиалки продолжается, несмотря на то, что любимый фрукт, как говорит Донья, у нее гвоява, но она будет продолжать рисовать фиалки, а потом, возможно, перекинется и на другие мотивы, на другие цветы, на другие какие-то растения. И Донья рада, что она продает нейтральные открытки. Там ей сказали, мол, подпишите открытки, с днем рождения, скорейшего выздоровления, что-то такое. Нет, говорит Донья. Это ограничит круг покупателей. Открытки будут нейтральными. Ну а вообще Донья сейчас налегает на работу. Она сегодня должна была идти к врачу, но Донья отменила врача, пошла на работу, потому что каждая копейка сейчас на счету. На носу круиз, на носу, простите, встреча с любимым. Соответственно, нужно работать в поте лица. Денежки сами не заработаются. Пока Селимон там ходит на курсы, изучает компьютеры, изучает английский язык. Все это частные курсы, за которые нужно платить. И Донья с радостью за них платила. Но сейчас у нее сложности. Тем не менее, Донье нужно поднапрячься. Тяпкин это, конечно, хорошо. Тяпкин с его донатами. Но это вам не мило. Поэтому Донье сейчас нужно выкручиваться самой. Отель она уже оплатила в Баку. Машину они брать на прокат не будут. Отель недалеко от центра. Не в самом центре, но недалеко. Так что можно передвигаться на такси. Будем кататься на такси, говорит Донья. Плюс в апарт-отеле кухня. То есть Донья будет готовить окрачка. Донья будет разжаривать картошечку. Селим будет благодарить Донью. Спасибо твоим рукам. В общем, короче говоря, приспособиться как-нибудь. Наши молодые снова будут играть в домики. Снова будут играть в семью. Снова будут играть в дочки-матери. Назовите это как хотите. Но игра продолжается. Игра, правда, в одни ворота. Но Донья нам все прекрасно разъяснила. Она сказала, что если бы она путешествовала одна. Платила бы только за себя. Ей было бы так скучно сидеть в этих отелях. Смотреть в окно. А тут есть мальчонка для разговоров. То есть она оплачивает его со знанием дела. И ее все устраивает. Она таким образом устраивает себе праздник жизни. А деньги это бумага. Комплексом отложенной жизни Донья не страдает. Донья хочет все здесь и сейчас. Сколько той жизни осталось, говорит Донья. Вот такая философия жизни. Мы на этой ноте ставим точку. А если у вас есть какие-то замечания, дополнения по всему вышесказанному, пожалуйста, пишите. Делитесь. Я всегда с превеликим удовольствием читаю все ваши комментарии. Благодарю всех, кто подписался на мой канал. Кто поставил лайк. Мне очень приятно. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы. Берегите себя. Ну и естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.